Доброе утро коллеги, доброе утро крымчане. Действительно на всем полуострове при каждом практически, при каждом новом строительстве находят объекты археологии, объекты военной истории. Сейчас речь идет об улице Исмаила Гаспринского. Ее начали строить в конце прошлого года и во время строительства, во время земляных работ обнаружили 4 памятника. Три из них это памятники археологии, один погребение бойцов. Подробнее об этих находках мы сегодня поговорим с нашим гостем Арсением Михайловым, научным сотрудником Центра археологических исследований. Доброе утро Арсений. Доброе утро. Расскажите подробнее о месте погребения. Я так понимаю, что это братская могила советских воинов, да? Да. Единственное правильное не назвать это будет дивизионным кладбищем. Просто братская могила это одна яма условно, а кладбище это кладбище. Там больше было земляных ям для поребеных. Оно известно стало в 2017 году в ходе поиска схем по городу Керчи в архивах Минобороны. Это сделал Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований. Они нашли эту схему, они ее локализовали. В 2019 году в ходе земляных работ они помогли нам уточнить это место расположения. И мы совместно теперь знаем, что это кладбище там есть и знаем, где оно есть. Я так понимаю, что есть поименный список погибших бойцов, и все останки будут таким образом идентифицированы. Наверное, редкий случай довольно-таки. Да, достаточно редко, когда полный список есть на весь объем поребеных, потому что обычно его недостаточно. Там каждый десятый, либо каждый пятый. Здесь история нам помогает, и мы имеем полный список на всех 176 поребеных. Какова судьба останков? То есть что с ними сделают? Будут ли искать родственников этих бойцов? Да, конечно. Помимо законодательных обязательств о перезахоронении, то есть они будут перезахоронены в едином месте города Керши, определенном заранее. Также они будут пофамильно либо передаваться родственникам, если их найдут. Не у всех сохранились родственники. Если найдут, это прекрасно. Если нет, это будет наш городской военный мемориал. Как погибли эти люди? Что это было за сражение? Хороший вопрос. 1943 год был непрост. Особенно на Кершском полуострове была трагедия целая. Это Крымфронт, называется Крымский фронт. Ребята с декабря 1942 года пытались освободить Крым, дошли до Владиславовки за Феодосией, но, к сожалению, были отброшены обратно. В итоге эти 176 бойцов, 339-й стрелковой дивизии, они погибли как раз-таки в ходе попытки первого освобождения Крыма, но, к сожалению, неудачно. Попытка была неудачной. Арсений, расскажите о других объектах, которые были найдены во время строительства этой дороги. В частности, я знаю, там нашли довольно интересный памятник, это курган. Да, Кершский полуостров славится своими курганами, мы все о них слышали много раз. Данный курган из, так сказать, курганово-мермикийского некрополя, у нас есть городище Мермеки, и цепочкой от него в разные стороны расходятся цепи курганов. Это один из них, он достаточно крупный. В нем нашли массивную крепиду из рустованных блоков, ориентировочно 4 века до нашей эры. Сама крепида прекрасна, мы таких с вами видели немного. Помимо кургана, там же найден еще участок грунтового некрополя, того же Мермеки, и небольшая сельская усадьба античная. Датировки будут уточняться в ходе работ. Вот, еще всегда ожидаем постоянно новых памятников, которые в ходе работ появляются у строителей. Арсений, большое спасибо за информацию. Мы непременно подробнее расскажем об античных находках, которые обнаружили во время строительства улицы Гаспринского в наших сюжетах. Коллеги, я передаю вам слово. Продолжение следует...